Эксперты подсчитали, что в 2020-м более 37 миллионов россиян доверили свои пенсионные накопления НПФ. Общая сумма этих накоплений примерно 3 триллиона рублей. Несмотря на то, что негосударственные фонды получили более высокий результат от инвестирования накоплений, разнесенные на счета доходности в них оказались ниже. Причина в комиссиях, которые забирают себе НПФ. Причем сумма делится на две части. Постоянную 75 сотых процента от накоплений и переменную. Она может доходить аж до 15% от инвест-дохода за год. В то же время разрыв доходности носит скорее имиджевый характер, говорят эксперты. Суммы на счетах лежат небольшие, так что реальная разница составляет несколько сотен рублей в год. И это не показатель. Речь идет о сотнях рублей, в лучшем случае тысячах рублей, но никак не о каких-то там крупных суммах. Понятно, что рассчитывать именно на текущие пенсионные накопления, которые успели накопиться за непродолжительный срок, пока эта система обязательно пенсионного страхования наполнялась деньгами, достаточно проблематично. Нужно понимать, что все-таки пенсионные инвестиции – это инвестиции в очень длительный срок, потому что фактически люди копят на свою пенсию средства всю жизнь. Соответственно, сравнивать каждый год на годовом интервале может быть не всегда корректно. Иногда рыночная конъюнктура может сложиться так, что определенный портфель на годовом интервале лучше, а, например, на пятилетнем интервале может быть так окажется, что стратегия, выбранная частными НПФ, она может быть и переиграет государственную управляющую компанию. Продолжение следует...